Играя в Майнкрафт, я так увлёкся, что не заметил, как оказался прямиком в самой игре. Жаль, это было недолго. Но я всё же был так поражён тем миром, что мне захотелось воссоздать его в нашей реальности. А в этом мне, конечно же, поможет конструктор Лего. Сегодня мы сделаем мирных мобов из игры Майнкрафт в реальной жизни. Это будет верный пёс и курица. Начнём с пса. Или это волк? Напиши в комментариях. Сделать фигуру из кубиков, которая будет просто стоять на столе, это не очень круто. Хочется сделать полноценного ходящего на четырёх лапах моба. Поэтому начнём с разработки движущей системы. Механика ходьбы пса в игре не совсем реалистична. Как бывший пёс, скажу, что это выглядит нереалистично. Вряд ли наши законы физики позволят так перемещаться. Чтобы всё-таки пёс пошёл, следует ориентироваться на моторику настоящих четырёх лапок. Найдя подходящий референс, я принялся к сборке. В итоге я получил вот такой четырёхногий шагатель. Двигается прямо как живой. Чем-то похоже на роботов, которые изготавливает компания Boston Dynamics. Такой механизм имеет отличную проходимость. Думаю, если бы пластина была закреплена, то ходячая конструкция смогла бы забраться наверх. Но для будущего волка преград нет. Для головы было решено также сделать поворотный механизм. Чтобы во время ходьбы моб выглядел более живым. Прямо как в игре. Поворотный механизм готов. Работает он следующим образом. Все функционирует от одного мотора. А вращение наверх передается с помощью системы шестерин-передач. Движущий каркас собаки готов. Осталось сделать оболочку, которая придаст вид кубического мира. Вот такой вот пёс получился. Как тебе? Напиши в комментариях. Проверим же ходовые качества пса. Невероятно, он ходит на своих четырёх лапах прямо как настоящий. Механизм вращения головы также работает. Но псы не всегда добрые. И если их разозлить, то их глаза начинают гореть красным цветом. По крайней мере, в игре Майнкрафт так. Мы решили повторить эту особенность. И с помощью вот таких светящихся блоков придали псу более устрашающий вид. Теперь это выглядит прямо как творение Вильяма Афтона. Подпишись на канал и давайте наберём 250 тысяч подписчиков. И тогда мы выпустим ролик, где построили грандиозную постройку из Лего. Поверьте, это того стоит. Настало время следующего моба. И это курица. У курицы всего лишь две лапы, с помощью которых она перемещается в пространстве. А это значит, что нужно думать над созданием нового шагательного механизма. Две точки опоры менее стабильны. И следует найти такую конструкцию, которая смогла бы ходить и при этом сохраняла равновесие. Задачка со звёздочкой, но мы должны справиться. Механизм ходьбы частично завершён. Проверим его на работоспособность. Вроде бы ходит, но больше похоже на какие-то танцы. Наверное у нас получится какая-то диско курица. Время делать корпус вместе с механизмом крыльев. Кстати, в постройке курицы мне помог блок Майншторм с моторами к нему. Всё это мы нашли в одном из прошлых роликов про 100 килограмм Лего. Если не смотрели, то советую глянуть. Махающий механизм готов. Также были доработаны ноги, так что механизм стал более уверенно ходить вперёд. Ну что ж, можно доделать внешний вид курицы. Вот такой гигант получился. Благодаря использованию блока Лего Майншторм, курицу можно подключить к смартфону и управлять прямо с него дистанционно. Довольно уверенно идёт. Отличный механизм оказался. Правда, можем заметить, что крылья не двигаются. Видимо, они чересчур тяжёлые и механизм не справляется. После небольшой переделки удалось добиться вот такого результата. Чего-то не хватает. А, всё, теперь точно Лего Пернатый завершён. Да, и немного танцев от курицы. Вот такие вот постройки у нас получились. Если хочешь, чтобы мы ещё вас создали в жизни каких-то мобов, то пиши в комментариях. Если наберём 20 тысяч лайков, то следующая серия не заставит вас долго ждать. Но у меня на этом всё. Если хотите приобрести конструктор или другие атрибуты, появляющиеся у нас в роликах, то переходите по ссылке в описании в наш магазин. Там много интересных товаров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Да, да, да.